В этом видео поговорим о том, какие ключевые 7 навыков нужны для того, чтобы стать дизайнером. Я этого сначала не знал в начале своей карьеры, но тем не менее понял их уже сейчас. И если бы сейчас я хотел стать дизайнером, то я бы обратил внимание именно на эти 7 ключевых навыков, потому что они позволяют пройти путь максимально быстро, максимально гладко и стать дизайнером в кончайшие сроки. Итак, давайте их обсудим. Хочу заметить, что это базовая такая версия, то есть вы видите, здесь можно дополнительно раскрывать все эти темы, на самом деле они раскрыты, и об этом я буду рассказывать на интенсиве, на который я вас приглашаю. Взять на него, приходите. В конце интенсива вы получите ссылочку на эту методичку, которую вы сможете уже более досконально изучить. Ну а сейчас на этом видео я расскажу просто самой основой, чтобы вам просто было интересно, немножечко расскажу о деталях, как последовательно можно стать дизайнером. Итак, первое, что необходимо сделать, это понять свой путь в дизайне. Что такое свой путь? Ну, каждый начинает по-разному. Кто-то изначально уже знает программы, допустим, технические, у кого-то сильные навыки в делегировании, кто-то не знает и начинает с абсолютного нуля. В этом случае очень важно ориентироваться на свои сильные стороны, которые у нас есть, и слабые стороны либо протянуть, либо делегировать это другим людям. К примеру, я очень хорошо работал в 3D-визуализации, и, соответственно, мой дизайн и моя работа в дизайне начиналась с того, что я делал красивые и качественные картинки. То есть это была моя сильная сторона. Кто-то не умеет, допустим, делать визуализацию, тогда он делает чертежи, коллажи, какие-то другие элементы. Это не значит, что он хуже или лучше дизайнер, просто разные способы. Так вот, самое главное в начале пути понять, какие способы вообще есть в дизайне, и какой способ будет для вас максимально полезен. Для этого мы выполним специальное упражнение, оно называется «Колесо баланса дизайна», в котором вы сможете по 8 основным критериям понять, какие навыки есть у вас, и как вам максимально быстро стать дизайном. То есть это результат первого модуля, понимание своей цели для того, чтобы настроиться и идти к ней уже основательно. В самом начале я этого не знал, если бы знал, то это сократило бы мой путь просто в разы. Было бы гораздо-гораздо проще и быстрее получить эту профессию. Итак, допустим, мы определились, у нас есть сильные стороны, у нас есть слабые стороны, мы их трезво оценили, поняли свою компетенцию. Что же дальше? Дальше очень просто. Мы приходим к навыку, собственно, создания дизайн-проекта. Это то, с чего начинается вся работа. Дизайн-проект – это набор альбома, картинок, что мы сдаем клиенту, и потом уже переходим на реализацию. Здесь есть очень важные вещи. Техническая у нас сторона – это первая позиция. То есть мы должны знать программы. Либо мы сами их знаем, либо мы дирекируем. Какие программы нужны? Нужны автокад, фотошоп, скетчап, может быть, 3D-макс, может быть, рисунок от руки. Знание всех этих программ, оно необходимо на уровне понимания. То есть либо мы их знаем все, либо мы знаем часть из них, либо мы начинаем их директировать. Понимая принципы, это становится достаточно легко. И таким образом мы можем воплотить то, что мы придумали. Вторая часть, которая касается придумывания дизайна, это, собственно, как видеть дизайн, как придумывать идеи из жизни, если мы ходим в отели, в рестораны, как мы смотрим картинки и как мы вдохновляемся, как мы получаем идеи из мира и как мы их потом по заданию клиента с помощью технического задания переносим на бумагу. Это именно технология дизайна, и ей тоже стоит научиться. Кажется, что нужен талант, кажется, что нужно вдохновение. На самом деле, да, это нужно и очень полезно, но есть структура, есть система, которая позволяет развить талант и развить вдохновение. Никто из нас не рождается изначально гением, ни один дизайнер не родился и сразу не пошел рисовать, да, все мы учимся. Вот учимся в процессе, мы либо в процессе жизни, либо интенсивно получаем эти знания и навыки. Таким образом, у меня есть там своя собственная технология, как, не будучи дизайнером, научиться делать дизайн. О ней я тоже вам расскажу. Эта технология, на самом деле, позволила мне, будучи техническим специалистом и визуализатором, разобраться, как это все работает и уже перейти на работу с настоящими клиентами, делать им дизайн и на очень хорошем уровне. Как это делать, вам тоже расскажу. Обязательно приходите, это вот второй навык создания дизайн-проекта, он состоит у нас из двух частей, напоминаю. Первое, это, собственно, само рисование, и оно обязательно отделяется от придумывания. Итак, результатом данного модуля, данного навыка у нас будет придумывание и визуализация, придумывание и черчение, придумывание и воплощение и защита проекта клиенту. Отлично, второй навык готов, это у нас создание дизайн-проекта. Что дальше? Дальше для того, чтобы развиваться в профессии, а мы сейчас говорим о том, что это не просто что-то делать в себе в стол, а чтобы зарабатывать на этом деньги, изменить жизнь, многие приходят в дизайн именно из-за этого. К примеру, мне очень нравилось именно делать дизайн, потому что мне нравилось творчество, мне нравилось работа на компьютере, мне нравилось именно то, что я создаю что-то новое, интересное, плюс общаюсь с интересными людьми. Мне хотелось на этом в том числе зарабатывать, чтобы никогда в жизни не работать, чтобы мое хобби, оно по сути было мое предназначение, мои навыки, они были и моей работой, которые приносили мне удовольствие и деньги. Это можно сделать, но здесь есть особенность. Обязательно нужно ее учесть. Многие дизайнеры или многие специалисты ее не учитывают, к сожалению, и из-за этого у них получаются большие провалы. То есть вроде они талантливые ребята, но они не презентуют и не продают свои идеи, к сожалению. Чтобы этого избежать, есть технология, как упаковывать, как рассказывать о себе, как преподносить портфолио клиентам и как это делать так, чтобы клиенты сами приходили и сами заказывали у вас дизайн. Это очень интересная технология. Собственно, я ее освоил неосознанно и выкладывал свои проекты на форуме, зарабатывал баллы в конкурсах, побеждал. У меня были очень хорошие проекты, когда я делал дизайн и клиенты были довольны, в том числе, что они побеждают в конкурсах. Это тоже очень интересно. Как это делать, как презентовать себя, как начать упаковывать и продавать свои услуги, чтобы не стесняться этого дела, чтобы не думать, что тебя будут как-то оценивать и это будет не очень хорошо для тебя. Чтобы избавиться от неуверенности, можно и нужно использовать ту технологию, которую я вам расскажу для того, чтобы продавать. Если вы будете делать это правильно, то клиенты будут приходить и будут покупать у вас дизайн даже за цену большую, чем у конкурентов. Если будете рассказывать правильно, с удовольствием, с подачей, как вы делали, внутренности, рассказывайте, как происходит процесс создания. В общем, эту методику, если примените, то клиенты будут с удовольствием к вам приходить и заказывать. Таким образом, у вас будут заказы, деньги и, скорее всего, не маленькие какие-то проекты однокомнатные, нормальные, хорошие объекты, дома, хаусы, квартиры достаточно серьезные, если вы настроитесь именно на эту волну и будете презентовать свою работу именно для таких клиентов. Итак, третий навык – это упаковку продажа. Если вы сделаете все правильно, то клиенты будут у вас покупать либо часть услуг, это может быть только планировка, только консультация, визуализация, либо полностью эскизный проект, либо полностью вообще рабочий проект с воплощением. То есть тут уже разные типы услуг мы тоже рассмотрим. Следующий навык – это общение и переговоры и психология клиента. Многие говорят о том, что дизайнер должен быть психологом, причем даже хорошим психологом. С одной стороны, это так, с другой стороны, не нужно получать для этого специального образования. Чтобы быть словно хорошим психологом, нужно понимать, как клиент мыслит, какие у него есть возможности для того, чтобы работать с вами, какие у вас есть тоже возможности работать с ним, чтобы и его желания, и ваши способности, они сочетались, и вы находили общий язык в сложных ситуациях даже. Для этого нужно иметь навыки переговоров, понимание, что ты делаешь, что ты не делаешь, то есть уметь расставить свою позицию, чтобы не пересогласовывать проекты несколько раз, чтобы не делать много вариантов, когда клиент просит. Иногда сказать «нет», но так, чтобы не обидеть клиента, объяснить, почему именно этот вариант лучше другого, почему вам нет смысла рисовать его еще один раз и тратить еще два дня. Такие мелочи, они кажутся вроде как сначала не столь существенными, но на самом деле они экономят 20, 30, 50, то есть 100% нашего времени, потому что одно неверное движение или одно неверное слово, оно по сути может заставить клиента не согласовать проект и попросить его переделывать. Нам этого не нужно, нам нужно согласовывать проекты быстро, с первого раза, поэтому, обладая этим навыком, вы сможете спокойненько, постепенно, пошагово работать с клиентом, он будет доволен, и он будет согласовывать проекты сразу. Обязательно этот навык нам нужно в качестве профессионального дизайнера иметь в своем марсенале. Следующий навык, пятый, это реализация. Почему это важно? На самом деле, вот в предыдущей картинке мы нарисовали, все деньги и вся работа, весь интересный момент, вся движуха начинается именно здесь. Почему? Потому что, когда у нас есть картинки, есть у нас строители, подрядчики, клиент, и все начинает закручиваться вокруг инвестирования и стройки, у нас на самом деле возникает вот самая-самая такая интересная стадия, когда мы можем одновременно и сбороть все, ну или не мы, а строители, или наоборот спасти проекты, потому что мало кто понимает в том, как должно получиться по итогу, несмотря на то, что есть все чертежи и все картинки. Чаще всего понимает это именно дизайнер. Именно дизайнеру нужно, чтобы все получилось хорошо, чтобы в процессе у него получилось заработать денег, чтобы не поссориться с клиентом и чтобы найти взаимоотношения с прорабом. Для чего все это нужно? Ну, чтобы в процессе иметь возможность получать дополнительные деньги за авторский надбор, за комплектацию, может быть за управление стоительством, контролировать вообще всю стройку, быть главным на стройке и в конце в итоге сделать фотофиксацию. Сфотографировать и опубликоваться в журнале. Именно в этот момент, когда ты заходишь в готовый интерьер, смотришь, как все получилось, смотришь на довольное лицо клиента, смотришь на довольное лицо раба и строителей, чтобы долго-долго все делали, но в итоге получилось и получилось так, как надо. И сам испытываешь именно то чувство удовольствия. Традио такого чувства стоит работать. Чтобы все это дело провернуть, чтобы не сдать бразды правления в руки клиента, либо еще хуже, когда он все попытается упростить и испортить дизайн ваш, потому что ему лучше сделать попроще. Чтобы этого всего не допустить, при этом не поссориться со всеми, при этом в процессе еще заработать в два, а то и в три раза больше, чем на дизайн-проекте, потому что это достаточно долгий процесс с сопровождением. Он может идти полгода, и каждый месяц вам будут платить 30, 50 или 100 тысяч рублей за сопровождение. В принципе, до 200 тысяч в месяц могут платить клиенты за сопровождение. Такие случаи были, о них я тоже расскажу на нашем интенсиве. Приходите, расскажу, как это все дело продавать, свою реализацию, чтобы получалось не только рисовать, но и реализовывать за деньги. Поэтому навык реализации очень важен. Именно благодаря нему дизайн из картинки переходит в жизнь, в настоящую. У вас есть возможность насладиться результатом, показать клиенту, спорографировать и положить в свое портфолио. Это очень круто. Следующий навык – это навык делегирования. Шестой навык, почему он здесь важен – делегирование и управление. Казалось бы, дизайнер может работать сам, все навыки вы получили, вы умеете рисовать, вы умеете делать, управлять стройкой, переговариваться, продавать. В общем, вы такой сам человек, умеете абсолютно все. В данном случае вы уже сверхчеловек, потому что вы уже умеете делать работу на очень высоком уровне, клиенты ее покупают, ценят вас как экспертов, умеете общаться со строительными, с подрядчиками. То есть все бы, казалось бы, хорошо. Но есть одно но. К сожалению, на большие, на крупные проекты вас не позовут никогда, потому что один человек, один в поле не воин. Он никогда не сможет, какой бы он суперталантливый не был, он никогда не сможет вписаться в сроки. К сожалению, это так, и у меня есть в этом опыт. Я работал с большим количеством девелоперов, когда нужно делать очень быстро ресторан, либо офис, либо какой-то объект, и сроки такие, что два месяца, объектом, допустим, на несколько тысяч метров, и ты в одиночку просто никогда не сделаешь. И в этом случае все дизайнеры, все знаменитые дизайнеры, все дизайнеры более-менее продвинутые, они все-таки диригируют часть работы, диригируют сложные операции, долгие. Это может быть черчение, рабочая документация рабочего проекта, это могут быть инженерные системы, это может быть визуализация. То есть диригируются те процессы, которые, по сути, требуют технической работы. Для себя они оставляют общение с клиентом, придумывание концепции, подбор и согласование всех элементов, и финальную проверку, естественно, потому что ответственность за всю работу, естественно, лежит на них. Так вот, шестой навык – это навык диригирования. Только он позволяет нам работать в крупных проектах, участвовать в интересных конкурсах, в тендерах, и именно в командной работе, на самом деле, рождаются самые интересные и качественные проекты, которые я вам тоже буду показывать. Буду рассказывать, как они сделаны, каким образом, если у вас нет даже навыка диригирования, начать это в себе дело прокачивать и использовать уже в своей работе. И когда это стоит делать, когда вы сами научились, либо в самом начале можно это делать. Об этом мы тоже поговорим на нашем интенсиве и потом в материалах, которые будут в просылке, в методичке. Это очень полезная история, если вы хотите стать дизайнером. И последний, в данном случае, седьмой навык, вот такой бонусный, с одной стороны. С другой стороны, почему бы и нет? Потому что если мы начинаем работать в индустрии дизайна, то логично, что мы будем не только делать маленькие квартиры с соседним, друзьям и нашего ближайшего окружения. Я думаю, что у вас достаточно амбиций для того, чтобы выйти на иностранный рынок, работать с VIP-клиентами, работать с проектами от 1 миллиона долларов и выше, с объектами от 1000 квадратных метров, частными, даже жилыми, с общественными, с крупными компаниями. Это все возможно. Казалось бы, что где я сейчас, например, в данном положении, когда я что-то задумываюсь о профессии, и смогу ли я, получится ли у меня. Об этом точно беспокоиться не стоит. Я по себе могу сказать, что начинал тоже с абсолютного нуля. И есть абсолютно точная стратегия, как выйти, как получить крупные заказы. О крупных заказах, как я их получил, как я их делал, как я их проводил, какие там были сложности, что там нужно было знать с юридической точки зрения, как стать лучшим клиентом, что нужно, чтобы у вас был статус или известность, или не нужно этого, как выходить на иностранный рынок, как начать постепенно строить свой бизнес, об этом во всем. То есть это такая тема на вырост, но она очень важна, если вы планируете работу в стиле дизайна серьезно и надолго. Поэтому, если вся эта тема вам интересна, вот это вот 7 основных навыков, которые должен обладать абсолютно точно профессиональный дизайнер, и как их получить, я буду рассказывать на интенсиве. Поэтому обязательно приходите, не пропустите. Также на интенсиве вас ждут бонусы. Здесь не озвученные, которые сейчас показывать не буду, это будет сюрпризом. Шаблоны. Я буду рассказывать, какие шаблоны нужно сделать для того, чтобы ускорить свои процессы и сервисы, которые подскажут вам, сколько времени вы тратите, сколько времени тратят ваши сотрудники. База надежных поставщиков, база надежных сотрудников. В общем, все для того, чтобы ускорить процессы и превратить профессию и работу в профессии мечты, в хобби и в удовольствие, для того, чтобы получать удовольствие от работы каждый день. Итак, жду вас на интенсиве. Приходите обязательно. Увидимся.